С песней по жизни наш следующий материал о народном хоре Ивановой дочке из Неси. Артистки не только радуют концертами односельчан, но и выполняют важную миссию сохранения культуры Севера. Алина Ваучейская продолжит. Прекрасим, помогаем. Даже к обычной репетиции несянки готовятся как к торжеству. Ведь если поешь, на душе всегда праздник. К внешнему виду в народном хоре Ивановой дочке относятся строго. Встречают ведь, как известно, по одежке. Поэтому в гардеробе артисток несколько концертных костюмов. Они у нас, наверное, самые любимые. Вот такие жилеточки, это чисто как северный. Но вот это у нас голубизна, это небо. А волны на подоле – морское побережье. Каждый костюм, как картина, на которой отражены природные явления и обитатели Канинской тундры. Так и в песнях Ивановы дочки поют о любви, да о родном крайнем севере. Здесь овень и солнце носят на своих рогах. Приезжайте, приезжайте, край наш глаз смотри. Аккомпанирует хористкам единственный в коллективе мужчина Алексей Ваучейский. Уроженец НИСИ после окончания Архангельского колледжа культуры и искусства успел поработать с творческими коллективами в Пинежском районе. В 2018-м вернулся в родное село. И уже три года помогает Ивановым дочкам готовиться к концертам и гастролям. Требуем, спрашиваем, если налогоняем. Если какие-то ответственные мероприятия, то по много раз выходят на сцену. Это дорогого, конечно, стоит. Интересно работать и отдушенным в свое время, и как-то познаешь новые песни, новые возможности, то есть того, чего не подозревал, скажем, пример. Вдохновляет и помогает творить нисянкам Надежда Красильникова. В прошлом музыкальный руководитель детского сада, а сегодня хормейстер Ивановых дочек, посвятила вокалу и песням 32 года. Дружный коллектив за это время успел объездить не только село Ненецкого округа. Артисток не раз приглашали на международные фестивали народной песни в Архангельский мизень. Причем, на какой бы сцене ни выступали хористки, их всегда ценят за неповторимый стиль северного пения. А еще обязательно поинтересуются, почему Ивановы дочки. Все спрашивают, откуда появилось такое название. И мы всегда начинаем объяснять шутки. Мы говорим, что мы живем в маленьком селе, в маленькой деревушке жили. Из мужиков-то там был всего один Иван, так мы все Ивановы дочки. Вот это так шутим. А на самом деле, когда мы приехали в Коткино, 1991 год, по-моему, это был, у нас в репертуаре была песня «Ох, Ивановы дочки». В репертуар несянки выбирают эксклюзивные произведения. Это и старинные песни бабушек, плясовые, хороводные и даже современные песни на народный лад. А еще Ивановы дочки ставят театрализованные представления. Одним словом, песня здесь, на Седом Канине, и строить, и жить помогает. И не дает скучать. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север», село Неснинецкий округ.